МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы начинаем еще одно позитивное утро. Доброе утро! Скорее готовьте вкусный завтрак и давайте встречать этот день вместе. А я вот хочу приготовить вкусную, ароматную шарлотку. И вообще, осенью вдохновляться разными рецептами. Катя, здорово, самое время. Ведь осень как раз та пора, когда нужно готовить что-то вкусное, и это обязательно должна быть выпечка. Отведать традиционные выпечки народа Коми за чашечкой ароматного чая что может быть приятнее? В музее русского десерта в Звенигороде гости с севера провели мастер-класс по изготовлению шанек или шанижек, открытых пирожков из ржаного теста. Мы отправили письмо представительству республики Коми. Тут же пришел ответ, что они к нам приедут, назначена будет дата. Это все произошло мгновенно. Видно, что люди очень гордятся своей национальной выпечкой. И посмотрите, какие они красавицы. С этим не поспоришь. Хозяюшки в ярких нарядах, украшенных национальным узором, принялись за тесто. Ржаное сильно отличается от пшеничного своей пластичностью, рассказывает ведущая мастер-класса. Коми-регион наш, он суровый, достаточно северный, поэтому из того, что можно сделать муку, там растет рожь. И вот именно из нее издревле наши предки, наши бабушки, делали муку и делали вот такие чудесные ржаные шанишки. Шанишка похожа на слово шонди, солнце. Она такая же круглая, она такая же яркая, солнечная. И она делается с разными начинками. Сегодня мы привезли шанишки с брусникой. Это наша коми-ягодка, она растет на болотах. Творог, ягодки – это праздничный вариант. А вот вариант на каждый день – это картошечка или яичневая крупа. Печь растоплена, гости мастер-класса с нетерпением ждут. Кстати, такая выпечка готовится совсем недолго. Около 10 минут. Считается, что она более полезна. В тесте нет дрожжей. Смотри, она сегодня прям тоненькая. Ну, это всегда и хорошо, в общем-то. Больше начинки, меньше теста. И ведь у нас в этом году большой праздник. В Республике Коми исполняется в этом году 100 лет. И как раз-таки в августе месяце, 22 августа, у нас юбилей. И по традиции мы приезжаем в гости, угощаем своими пирогами. И мы приехали отпраздновать этот юбилей, рассказать про традиции Коми-чая, Коми-выпечки. Идей много не бывает, главное ничего не забыть. Уверен, у наших телезрителей тоже есть любимые рецепты. Конечно, Руслан, осень – это не время хандрить. И поэтому спросим у наших телезрителей, какие у них любимые занятия осенью. Всем привет, это рубрика про опросы. Сегодня мы узнаем, как люди справляются с хандрой осенью. Я чаще провожу время на улице, гуляю с друзьями, отдыхаю, шашлыки жарю. И холодно? Нет, тепло одеться и все будет хорошо. А я дома сижу, у меня жена больная, и весь день вот в магазин иду, а так дома постоянно нахожусь. Мы гуляем с друзьями, ходим друг к другу в гости, весело проводим время. А ее нет у меня, хандры. Нет. Вот так вот люди справляются с хандрой. С вами был Данил Зимит, до новых встреч. Данил Зимит, до новых встреч. Селектуальные и творческие задания никто не отменял. Внешняя красота невозможна без красоты внутренней. Это отлично. Я вот думаю, что осень – самое время, чтобы заняться перестановкой в своей квартире. Изменения – это замечательно. Главное, чтобы они были положительные. Смотрим наш следующий сюжет. Данил Зимит, до новых встреч. У нас в студии дизайнер интерьера, проектировщик внутренней архитектуры общественных и жилых помещений, декоратор Екатерина Коптяева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы уже в профессии и какие преграды возникли на вашем пути? Давайте начнем с того, что это не самое первое образование в моей жизни. Изначально я отучилась на банковское дело и бухгалтерский учет, анализ и аудит. В этой профессии находилось одно количество времени, но потом, так как дизайн сам возник как профессия только в 2000-х годах, мне стало это интересовать. Все-таки предметный дизайн и дизайн помещения всю жизнь окружает человека. И на тот момент я уже родила второго ребенка и, сидя в декретном, я поняла, что я не хочу работать уже в бухгалтерии, считать чужие деньги и, соответственно, нужно было выбрать профессию. И в один день я находилась у мамы дома, вместе с сестрой, мы мило болтали, и она такая говорит, у меня есть подруга, она гадает на кофе. Это был мистический какой-то день, и она говорит, давайте пойдем все погадаем. Естественно, я была уже реализована и как мама, и в работе, и семья у меня была, и я пошла чисто с ними за компанию. Единственный вопрос, который меня интересовал, кем мне быть в этой сфере, ну, в какой-то сфере, которую я бы хотела выбрать. И она меня не знала, такая говорит мне, а вам нужно идти в искусство. Но она это определила как это арт, картины, галереи, что-то такое, заниматься живописью. Я это с шуткой все смотрю, вообще скептически к этому отношусь, но за компанию пошла с мамой и сестрой. В итоге пришла домой, все это, естественно, переварила, и, недолго думая, наняла преподавателя по живописи. Мы с ней занимались. Потом я встретила свою знакомую, которая выпустилась из британской школы дизайна. Это был первый поток тестовый на дизайнера интерьера. Я залезла на этот сайт, посмотрела, и там, значит, было направление Fine Art. Но для того, чтобы туда было поступить, мне нужно было сдать экзамен международный по английскому языку, к чему я была не готова до конца, хотя занималась им тоже отдельно, индивидуально с преподавателем, так как она у нас преподавала и у детей моих. Но через какое-то время, когда у меня набрался портфолио, я пришла, как и каждый дизайнер, наверное, к тому, чтобы сделать ремонт своей собственной квартиры, и начала я с туалета. Мне это очень понравилось. Душевая получилась очень воздушной по сравнению с тем, что раньше было. Я это отфотографировала и записалась на собеседование. Между интервалом, когда мне сказали, в каком направлении мне себя реализовывать, и поступлением на дизайн направления, прошло два года. Это была долгая такая раскачка. И когда я пришла, там был куратор Елена Бабкина, с которым мы мило очень побеседовали. Я сказала, что я хочу выбрать направление все-таки fine art, на что она сказала, что ты можешь это сделать, поступив на мой факультет, а она руководила как раз дизайн интерьера. Два года отучиться, сдать этот экзамен, и сразу же перескочить на курс fine art на три года еще останется тебе отучиться. Думаю, ну ладно, окей, хорошо. Хорошо, я, значит, пошла, поняла, что там столько много дисциплин, и пахать нужно аки-конь, буквально. Это не та профессия, как вот себе рисуют девочки, что все это по красоте проходит, мы такие красивые, вокруг нас все красивое. Оказалось, что нужно учиться очень много для того, чтобы чего-то усвоить, достичь. Профессия абсолютно новая, и очень глубоко проникать в ситуацию предметного дизайна, понимание объемов, композиционные центры, работы с цветами. И в дальнейшем, когда я уже отучилась, я поняла, что в интерьере существует такое понятие, как искусство, и оно тоже присутствует, но когда ты занимаешься интерьерным дизайном, ты все-таки имеешь несколько развилок направления, то есть ты делаешь интерьер и для человека, и в то же время туда можешь интегрировать любое искусство, чтобы было интересно. После окончания школы дизайна в Британке я решила поступить в школу деталей, недолго думая, так как британская школа делает упор больше. Хотя там и есть и колористика, и история стиля, и все остальное, я там больше получила знания технические, формирование документов. Мне не хватало декораторских способностей, и школа деталей отвечала всем этим запросам моим, и я пошла туда учиться. Отучившись в ней, чем больше знаний я получала, тем больше казалось мне, что я еще не готова. И я тогда поехала, улетела после этого в Ригу, встретила свою подругу, она работает астрологом. У меня вот все, хотя я очень скептимически ко всему отношусь. И она мне составила астрологический прогноз на год, и такая мне говорит, Кать, а почему ты ждешь все, типа хочешь добирать курсами это, когда можно одновременно взять какой-то живой проект, и если тебе будет не хватать, параллельно дорабатывать вот этими курсами. Я говорю, да, наверное, Эврика. Я думаю, что это был какой-то психологический момент, страх перед чем-то новым. Хотя я хочу сказать, что я слышала, что многие дизайнеры не могут вот из-за этой причины начать. Других причин не было, потому что была сильная подготовка, и так уж в жизни сложилось, что я всегда работала сама на себя. Мне не пришлось нигде практиковаться, потому что тех знаний, которые давали в школах, хватило мне начать работать сразу же. Там у меня уже были наработанные проекты и технические части, и какое-то портфолио, которое я могла предоставить заказчику и показать, как я работаю. Достаточно интересная история такая. Большой путь был проделан. А расскажите, насколько, в принципе, на сегодняшний день востребована такая специальность, как дизайнер интерьера? Я думаю, что она начала пользоваться большим успехом после 2000-х годов, потому что до этого профессии как дизайн интерьера вообще в принципе не существовало. И когда эта профессия уже вжилась в наше сознание, потому что раньше к ней относились достаточно легко, дизайнер интерьера, кто это такой, что он может там делать, вот архитектор, он может там проектированием заниматься, это более серьезный подход, то со временем люди отнеслись к этому более серьезно. Они увидели, начали идти разные передачи, публиковаться журналы глянцевые, в которых были красивые интерьеры, сделанные именно совместными работами и архитекторов, и дизайнеров-декораторов, и люди столкнулись с вопросом, что им все-таки необходимо, если позволяет бюджет, воспользоваться профессиональными навыками того, ну, как бы декоратора, так как когда мы идем к зубному, мы же ему не рассказываем, как лечить нам зубы, да, то есть каждый должен заниматься своим делом. И плюс к этому строители перестали без проектной части выполнять работы, потому что это некая ответственность между заказчиком, строителем и дизайнером. И когда документация все согласовывается, четко понятно, где будут розетки, где будет стоять стол, как коммуникации провести, где будут вытяжки, да, и так далее, все эти документы защищают, в принципе, юридически и дизайнера, и строительную бригаду. И заказчик понимает, что у него происходит в данный момент на стройке. А вот расскажите, пожалуйста, ведь правильно дизайн интерьера, это еще и правильно промерять, все просчитывать. А есть ли вообще место творчеству? Ну, когда я прихожу на объект, первое, чем я занимаюсь, и мои мысли в голове о том, как сделать удобно, потому что все-таки немалую часть занимает проектная часть формирование некого скелета, на который в дальнейшем нарабатываются уже и материалы, и текстуры, и объемы, да, мебели и всего остального. Но изначально мне нужно проработать, где будет стоять эта мебель, назначение помещений. Я думаю о траектории хождения заказчика, семьи в частности, да, как она будет передвигаться, потому что это важный вопрос в плане удобства. То есть ты можешь повернуться, там взять со стола что-то, ты можешь пройти, допустим, от холода, как ты пройдешь от холода, допустим, до кухни, когда ты пришел с магазина, и тебе нужно отнести пакеты. Все это очень важно. Дуктовые, да? Где находится раковина, если мы говорим о кухне, чтобы удобно было и помыть продукты, и порезать, где находится плита. Это все в совокупности формирует структуру проектных документов и места хранения, что очень тоже важно, потому что от мест хранения зависит, насколько у нас будет вообще в принципе чисто, имеют ли вещи свои места, потому что ощущение бардака создается тогда, когда вещь не лежит на своем месте. Екатерина, расскажите, какие самые интересные проекты у вас были? Ну, я думаю, что самый интересный проект это нереализованный проект, потому что про остальные сказать трудно, они все по-своему любимы. Это то же самое, что задать вопрос матери с тремя детьми, а какой у тебя самый любимый ребенок? Я бы так сказала. Право ли говорят, что хороший дизайнер это хороший психолог? И трудно ли найти общий язык с клиентом? Хороший дизайнер это опытный дизайнер, это все-таки профессия возрастная, и для того, чтобы прийти к этому, нужно иметь жизненный опыт и общение с людьми, и поокунаться не раз в кое-что. И понятно, что все мы разные, все со своими взглядами, каждый из нас в душе дизайнер, и найти вот этот самый компромисс, вот эту самую как бы золотую вот эту середину между хотелками заказчика, да, и правильностью построения интерьера, с его вот эту вот найти гармоничную, гармоничное сочетание желаний и как это сказать? практичность. Практичность, да. Ну, нет, не практичность, а некие каноны, которые, правила, да, которые формируют, да, интерьер, бывает, иногда очень сложно. Но договориться можно, и если, в принципе, заказчик доверяет, что очень важно, то мы приходим к общему компромиссу и находим правильное решение, и тогда интерьер становится очень интересным, потому что для меня интерьер это как театр. Даже так? Интересно. В нем должна быть игра, в нем должна быть интрига. Екатерина, а что вы можете сказать о дизайне будущего? Я бы сказала, что мир настолько динамичен, настолько велики запросы людей, они бегут, и тенденции тоже меняются, времена меняются. Как правило, это происходит не только в дизайне интерьера, но и в сфере моды, особенно в театральной, даже сфере происходит смена тех или иных трендов. И для меня, так как мы живем в информационном достаточно потоке, большом, считаю, что лучше всего это простые линии, правильно сложенный интерьер интерьер и прежде всего функция. Но если смотреть с точки зрения декораторства, то я считаю, что интерьер должен быть самобытным, потому что в той или иной степени он всегда делается для заказчика, и не нужно штамповать его, я считаю, а нужно вдохновляться людьми, для которых ты делаешь, семьей, который живет в определенной среде, увлекаясь определенными вещами, дети, родители, взрослые, и интегрировать это все-таки в интерьер, чтобы каждый дом, каждое помещение, каждая квартира отражала именно ту семью, в которой она живет. То есть как раз у меня возник вопрос про вдохновение. Чем же вы вдохновляетесь, и я так понимаю, все-таки клиентами, когда вы приходите к ним, тоже живым общением? Да. Потому что для человека же придуман интерьер, мебель и все, что нас окружает. А напитываюсь я, и вдохновляет у меня еще природа, там уже все придумано за нас, и оттенки, и цвета, и формы. Там я наполняюсь, когда слишком много работы. Звучит очень красиво. А какие у вас планы на будущее? Развиваться в этой сфере вообще мечта каждого дизайнера это сделать свой какой-то небольшой отель. А если амбициозно, то не знаю, я бы сделала какое-нибудь шале, поработала бы где-нибудь в горах, в озерах, около озер. Очень интересные планы. Екатерина, а теперь наша любимая рубрика Блиц-опрос. Расскажите, как вы избавляетесь от стресса? Я не думаю о нем. Ваш любимый город. Мне нравится Италия, Рим. Сколько времени в сутки вы проводите в социальных сетях? Достаточно долго, потому что основные беседы у меня проходят в мессенджер. И большую часть предметов или текстилей я ищу в интернете. Екатерина, а есть ли у вас осенняя хандра и как вы с ней боретесь? Я пью витамин D и стараюсь не унывать. Хандра у меня возникает только если перегруз на работе. Для этого есть парки, мне кажется, их достаточно для восстановления. Свежий воздух, здоровый образ жизни. Любимое время года? Осень. Екатерина, спасибо огромное вам за такую интересную и очень вдохновляющую беседу. Желаем вам всего наилучшего, новых проектов, новых интерьеров, чтобы все у вас складывалось. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. А с вами мы увидимся через несколько секунд. Я думаю, такой интересный гость точно вдохновил наших телезрителей изменить что-то у себя в квартире и сделать что-то невероятно теплое и уютное. Руслан, это отличная идея, поэтому понадобится много сил. И сейчас мы смотрим полезные советы от нашего эксперта в рубрике про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова в рубрике про здоровье. Сегодня хочу поделиться с вами любимым рецептом. Многие из вас по утрам пьют смузи, молочные коктейли или просто сок. Для того, чтобы утро стало бодрым и веселым, я рекомендую использовать ледяные кубики с эфирными маслами. Добавлять их стоит сок либо смузи, который вы приготовляете с утра. Как их можно приготовить? Берете форму для заморозки льда, наливаете питьевую воду и в каждую ячейку капаете по одной капле. Это может быть мята, лайм, лимон, апельсин. Это должны быть эфирные масла терапевтического качества, которые можно использовать вовнутрь. Далее вы замораживаете свою форму и когда форма уже замерзла, представим, что это именно те самые замерзшие кубики, вы достаете их и используете по назначению, добавляя в каждый из стаканов вкусного и полезного напитка. я желаю вам доброго, полезного и замечательного утра. Катя, ты всегда чудесно выглядишь. Расскажи, в чем твой секрет? Руслана, секрет очень прост. Я смотрю секреты красоты от нашего эксперта Ксюши Антоновой в рубрике про бьюти. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема декольте. Многие знают, как сделать идеальный макияж лица. Но как сделать хороший макияж декольте? Давайте разберем сегодня эту тему. У меня в гостях звездный визажист Анна Киселева. Аня, привет! Привет, Ксюша! Перед тобой тот самый случай, когда нужно оформить прекрасное, красивое декольте. Покажи, пожалуйста. Помогай мне. Держи, пожалуйста. Да, на самом деле очень часто девочки просто забывают о том, что нужно правильно оформить зону декольте, потому что это 50% успеха. Мы берем тональный крем и наносим тон на зону декольте, чтобы выровнять тон кожи, чтобы не было видно всяких мелких веночек и сделать однородный слой кожи такой. Нанесли и обязательно для сияния, для того, чтобы у нас все сияло и блестело вечером, особенно ты сегодня в таком потрясающем платье, нужно сделать хайлайтер. Берем и наносим на ключице сияшечку такую. У нас получается очень красиво, Ксюш, ну ты сегодня просто будешь блистать. Вот так. Аня, спасибо тебе большое за твои бьюти-советы, за шикарное декольте. На сегодня это все. Вы смотрели про бьюти с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Чтобы не хандрить осенью, нужно обязательно поддерживать себя в хорошей физической форме, ведь не даром говорят в здоровом теле здоровый дух. В таком случае прямо сейчас смотрим нашу рубрику про спорт. Сегодня мы научимся с вами парить в воздухе или узнаем все о направлении антигравити. А поможет нам в этом Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про это направление. Для меня антигравити звучит как что-то связанное с гравитацией. Так ли это? Да, совершенно верно. Антигравити достаточно новое фитнес-направление. Оно объединяет в себе элементы пилатеса, баре, йоги и также акробатики и гимнастики. За счет такого атрибута, как гамак, мы можем улучшать позы, совершенствовать их, усложнять, используя гамак достаточно плотной устойчивый, выносливый атрибут антигравити, который позволяет делать нам различные элементы. Мы нарушаем гравитацию. Интересно, вот расскажите, из чего он состоит, то есть это какая-то ткань и еще какие-то специальные канаты, да, чтобы... Да, это плотная эластичная ткань, которая выдерживает вес полтонны, стропы, карабины, все это вместе составляет единую конструкцию и было разработано бродвейским танцором, хореографом, акробатом Кристофером Харрисоном, то есть это запатентованная программа и запатентованные гамаки. Заниматься можно в любом возрасте, правильно? Или какие-то ограничения? Заниматься можно в любом возрасте, есть ограничения по состоянию здоровья, ограничения может быть беременность, глоукома, какой-то послеоперационный период и косметологические процедуры, если прошел достаточно маленький срок после них. Больше противопоказаний нет, антигравити как для детей, так и для взрослых и визитная карточка антигравити это декомпассионная поза, перевернутая поза, улучшается питание межпозвонковых дисков, кровообращение, также кровь поступает в головной мозг, что тоже улучшает состояние наше и в целом качество жизни. Давайте тогда, я готова попробовать. Катя. Надеюсь, мне получится. Мы расправляем гамак, делаем из него парус, готовим гамак для перевернутой позы, ищем другой край гамака, складываем их, еще раз расправляем, берем сложенный край гамака, к себе, да, к себе, еще раз расправить, большой палец правой руки в гамак, прищепка, разворачиваемся спиной гамаку, большой палец левой руки в гамак, прищепка, раскрываем руки чуть шире таза, двигаемся на линию отвеса, где крепится гамак, локти прячем в гамак, встаем на полупальцы, любую ногу поднимаем, садимся в гамак в качели, расправляем гамак под колени, да, беремся за два жгутика, да, можно даже немножко покачаться в качелях, вспомнить детство за счет движения ног и корпуса, раскачать, Катя, вспоминаем, как мы в детстве раскачивались в качелях, ага, хорошо, отклоняемся назад за счет прессы, выжимаем два жгутика, отклоняемся, почувствовать, ножки чуть выше поднять, ага, хорошо, дальше посмотреть на меня, мы раскрываем полукругом ноги, цепляемся за гамак, цепляемся стопами, отпускаем руки, и уходим вниз, перевернутая поза, ага, да, руки тыльной стороной ладони в пол, полностью расслабиться, покрутить головой вправо-влево, руками шагаем на меня, немножко вытягиваемся, да, перевернутая поза это визитная карточка антигравити, где происходит декомпрессия, вытяжение позвоночника, поясничного, шейных отделов, находиться в этой позе можно, исходя из своих возможностей, как только чувствуем, что у нас начинает кружиться голова, то лучше затрудиться, ладошки кладем на пупок, посмотреть на свой пупок, ладошки на гамак, раскручиваемся, и несколько секунд остаемся в гамаке, опускаем голову с нижего уровня сердца, восстанавливаем дождение, да, как ощущения? Очень здорово, такое ощущение, что вся кровь пыльнула сразу к голове, есть такое? Да, прилив крови к голове, улучшается кровообращение также головного мозга, но основная функция декомпрессия, ну и также улучшается состояние внутренних органов, и эндокринная система тоже начинает лучше работать, прилив гормонов. И это получается одна изначально? Эту позу выполняют на первом занятии, да, она доступна для всех. Ну, иногда нужно преодолеть свой страх, конечно, есть люди, которые начинают очень сильно бояться, но тем не менее, практически все выполняют. Может, на скоте тоже преодолеть свой страх? Да, да. Светлана, я попробовала визитную карточку антигравити, а вот теперь хочу, чтобы вы показали нам какие же самые трудные элементы, или, может быть, более профессиональные. На самом деле, элементов в гамаке очень много, можно гамак использовать как фитнес-тренировку, качательный пресс, стоять в планке, делать уголок, можно использовать как акробатический атрибут и также использовать для растяжки. Ну, один из элементов я могу вам показать, который мы делаем с девочками на детской группе. Такой, наверное, больше акробатический элемент, где задействована растяжка. Я встаю в гамак, делаю виз, выхожу вверх, и здесь уже мне нужна растяжка, чтобы сделать шпага в воздухе с затяжкой. Это более, да, такой, то есть я не даю, например. Чтобы научиться делать элементы, мы просто каждый раз ищем какие-то новые элементы, рассматриваем их и учимся. База нам уже становится скучной, поэтому мы стараемся развиваться дальше. Вы делали элементы с базами, более простые, а дальше можно импровизировать, экспериментировать. Если включать статистику, да, можно делать то, что угодно. Да, да, да. Я покажу вам планку на гамаке. Вставайте сюда, Кать, перед гамаком, делайте наклон, опоры на руки, любую ногу в гамак. Вторую ногу в гамак. Встаем в планку. Втянуть живот, активные плечи, подтягиваем колени к груди. Два колена, Кать, можно? Два колена. Отлично. Вес тела не смещаем назад. Подтягиваем колени к груди. Еще. Да. Как ощущения? Ощущения прямо отлично. Я чувствую. Отлично. Я надумаю, что у нас хватит. Но сразу чувствуется, что пресс работает. Пресс работает. Субилизатор, да. И надо себя держать. Надо себя держать. Потому что на весу находишься. Да, в подвесном гамаке. Ну что ж, парить в воздухе я практически научилась и помогла мне в этом Светлана. Спасибо вам. Спасибо. Была рада встрече с вами. Столько интересных идей можно воплотить осенью. Кать, ты со мной? Руслан, ну ты еще спрашиваешь. А все самое интересное нам расскажет Полина Бахова в нашей рубрике про творчество. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Полина. И сегодня в нашей творческой мастерской мы окунемся в мир фатиновых валанов, фрюшечек, оборочек. Потому что я покажу, как сшить фатиновые юбочки. Фатиновых юбочек бывает очень огромное множество и разнообразие. А зависит все от того, какие склады, защипы и валаны пришиваются к основе. Итак, для того, чтобы сшить фатиновую юбочку, нам нужна прежде всего широкая резинка. По талии, по ширине талии нам нужен подклад. Это может быть любая ткань, которая не просвечивает. И нам нужен сам фатин, либо кусочки фатина. Для начала я покажу, как сшить самую простую и самый основной вид фатиновых юбочек. Для этого я приготовила шаблон юбки полусолнца. Он строится очень просто. Нам нужна длина валана. Эта юбочка состоит из равного по величине количества валанов. Чем больше валанов, тем пышнее юбочка. Итак, наш валан длиной 25 см. От края, чтобы построить выкройку полусолнца, юбки полусолнца, складываем нашу ткань основы в 4 раза. и прикладываем наш шаблон к углу. Это линии талии. Обрисовываем ее. и длина юбочки. Эта основа нужна либо для того, чтобы юбочка не просвечивала, потому что фатин, он прозрачный, либо для того, чтобы на него нашивать разной величины и разного количества валаны. Так, это одна часть нашей юбочки. Все-таки можно было сложить вдвое. И вторая часть юбки полусолнца краицы точно так же. Теперь стачиваем края. С одной и с другой стороны. Точно так же соединяем другой край. Чтобы делать сборки на фатине или на любой другой ткани, нужно ставить широкую строчку, чтобы стежок был широкий, и тогда очень легко делать складки. Так, и точно так же по этому шаблону мы делаем юбочку, но уже из фатина. И будем накладывать их одну на другую. Потом соединим с резиночкой. И получится у нас вот примерно вот такой вариант юбочки. Ну вот здесь так же есть подклад. Несколько слоев фатина и резинка. Фатин возьмем белого цвета. Попробуем сложить сразу несколько слоев, чтобы вырезать быстрее. Для этого ткань, сетку складываем несколько раз. Прикладываем шаблон. И теперь по линии талии точно так же. Вот получаются наши слои. Их уже два сразу. Фатин можно не соединять по боковым швам, а просто пристрочить к основе, но сместить швы и их будет практически не видно. Один слой. И второй слой мы точно так же сразу же присоединяем. И одной строчкой захватим сразу. У нас получается три слоя ткани. Количество слоев фатина, еще раз повторюсь, можно делать неограниченное. От этого будет зависеть пышность юбочки. Так. И сразу же закрепляем еще одну часть. И по линии талии мы пристрачиваем сразу все необходимые слои. Делаем закрепку. и прокладываем строчку по всей линии талии. Итак, к нашей воздушной юбочке нам остается только пристрочить резиночку, чтобы она держалась на талии. Убираем лишние нитки. Отмеряем резиночку. Ну, возьмем примерно так как это юбочка для девочки. Я думаю, что 23-24 сантиметра будет достаточно. Небольшой запас для шва. Соединяем сразу резинку между собой. Прокладываем строчку и нам остается только распределить равномерно по резинке линию талии. Можем прямо надеть резинку в юбочку, заколоть в четырех местах лучше булавочками и соединяем. При этом натягивая резинку. отрезаем ненужные ниточки. Вот наша юбочка для маленькой балеринки всего лишь из двух слоев, но она уже воздушная и нежная. В принципе готова. можно надеть ее на любой праздник. Самые яркие краски осени уже скоро начнут нас радовать. Я уверен, Катя, что у тебя возникнет пара интересных идей для фотосессии. Конечно, Руслан. А вот вдохновиться и узнать новое о цветах нам поможет наш эксперт в рубрике про цветы. Доброе утро. С вами Елена Золотарева и сегодня мы поговорим о транспортировке цветов. Вы приобрели букет для своих любимых и вам нужно вести его достаточно долгое время. 2-3 часа. Обязательно попросите вашего флориста поставить букет либо в аквабокс, либо сделать композицию в коробке, либо в корзине. что на самом деле я рекомендую всегда для долгоперевозки делать цветы на оазисе в губке, которая пропитана водой и есть гарантия, что даже в жару ваши цветы всегда останутся свежими. Если, к сожалению, в магазине не оказалось губки, аквабокса, либо коробки, ну, бывает такое, попросите флориста завернуть ваш букет либо в мокрую тряпочку, либо сделать аквабокс из пакета, но там обязательно должна быть вода, потому что в жару цветы, к сожалению, очень быстро увядают. Победительная просьба наших покупателей никогда не возите букеты в багажнике, к сожалению, очень сильно повреждается цветок и восстановлению практически не подлежит. Следуйте этим простым советам и всегда ваши цветы будут оставаться свежим и вы будете всегда дарить только эмоции. С вами была цветочная фея Золотарева Елена. Пока-пока. Теперь нам осталось узнать, что же нам приготовили звезды. И поэтому прямо сейчас смотрим гороскоп от Виктории Штельхарн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхарн. Это рубрика про гороскоп. Смотрим для вас прогноз на грядущую неделю. Что же карты вам порекомендуют? Овны Девятка Мечей рекомендует вам на грядущей неделе не бояться никаких сложностей. Как бы ни казалось, что вот она высокая нагрузка. Я не справлюсь, я не осилию, я не выдержу. А как же я смогу это все сделать? А как же я все успею? Я же вот совершенно не готов к этому, я этого не ждал, не просил. Хотя внутренне, если подумать, очень даже ждал и просил. Не бойтесь, беритесь за дело. Несите вот так сказать не то чтобы свой урок, но свою ответственность. Выполняйте то, что вы обязаны выполнить. Постарайтесь выжить максимум из этой недели. И даже если будет казаться, что темп невероятно быстрый, я не успеваю восстановиться, ловите себя сразу на моменте. Так, что я делаю именно сейчас? На чем я констатируюсь именно сейчас? Ваша концентрация, ваш фокус, ваше внимание на конкретном деле, на делах, а не на каких-то выдумках. Вот это важно. Девятка Мечей может говорить нам о том, что будут возможно какие-то обстоятельства, которые заставят вас просто уходить в себя, думать только о своем, что-то придумывать, бояться, переживать. Живем, живем, выходим наружу, не прячемся, а делаем. Далее, Тельцы. Шестой аркан влюбленный рекомендует вам в некой предыдущей неделе максимально грамотно выстраивать любые отношения, диалоги, коммуникацию. То есть особое внимание уделите тому, как вы совершаете какие-то договоренности, как вы какие-то договоры подписываете, о чем вы договариваетесь, к чему вы приходите, с какими людьми у вас есть сложности в отношениях или недопонимания, возможно ли решить это на этой неделе, как можно об этом договориться, как я могу выразить свои мысли, а что мне нужно обсудить с этим человеком, к какому решению нам нужно прийти. То есть прям постарайтесь на этой неделе как можно больше отношений разрешить, как можно больше вопросов в любых отношениях и коммуникации с любыми людьми закрыть, все, разрешить. И кроме того, шестой аркан рекомендует обращать внимание на то, что вам дается, какие возможности открываются, ибо шестой аркан влюбленный это аркан возможностей. Близнецы. Седьмой старший аркан колесницы рекомендует вам на этой неделе быть максимально заряженным на успех, на продуктивность, на эффективность. Постарайтесь добиться максимального количества результатов на этой неделе. Не откладывать на потом и не думать, что они сами собой как-то решатся, явятся в вашу жизнь. Делайте сейчас. Не вы, значит, никто. Вот прям постарайтесь выжать из себя максимум. Также седьмой аркан колесницы рекомендует вам на этой неделе особое внимание уделять своему энергетическому состоянию. Насколько вы чувствуете себя устойчивыми, защищенными, насколько силен ваш иммунитет. Может, стоит как-то с этим поработать, витамины какие-то попить, позаботиться о своем теле. И в том числе седьмой старший аркан колесницы рекомендует строить планы на будущее. Именно на будущее. Четкие, понятные планы. И под план, что я делаю сегодня, для чего, зачем, куда. То есть, думайте глобально. На глобальное будущее. Раки. Двадцать первый старший аркан мир рекомендует вам на этой неделе быть открытыми другим людям. Не прятаться, не оставаться наедине вот слишком надолго, а стараться наоборот получать максимум информации, максимум знаний, максимум общения от других людей. Может быть, посетить какие-то лекции, послушать какие-то уроки, почитать книги, встретиться с какими-то людьми, сходить в новые заведения, в новые места, впитывать, впитывать и вбирать. Знаете, люди могут быть разными, люди бывают приятными не очень, но люди — это однозначно ценный ресурс, потому что у людей есть все. Связи, возможности, средства, знания, умения, навыки, чувства. Все, что вы можете найти или можете пожелать в этом мире, есть у людей. Поэтому вот эта открытость и готовность коммуницировать, готовность получать что-то, что имеют при себе люди и готовность им в том числе что-то отдавать взамен, вот это то, что вам рекомендуется на грядущей неделе. Львы, семерка мечей рекомендует вам устроить себе приключения. Вот прям, если это возможно, каким-то образом устроить у себя приключений, интересные события, новые встречи, маленькие путешествия или совершенно не маленькие путешествия, какие-то далекие поездки, также какие-то интересные идеи от других людей для вдохновения, для того, чтобы увидеть какие-то другие перспективы, а что вообще еще возможно. Также, семерка мечей рекомендует вам открывать свой разум, не бояться каких-то перемен, не бояться изменений планов, а даже, может быть, спровоцировать их, немножечко сдержнуть, попробовать, а почему бы нет, а сделаем иначе. Вот планировали одно, а по итогу случилось другое. И не бояться этого, а даже радоваться этому, даже провоцировать, возможно, такие события. Также, семерка мечей рекомендует вам достать внутреннего, я бы сказала, не авантюриста, но человека, который очень стремится к приключениям, к познанию, к изучению чего-то нового. Это может дать вам новые какие-то результаты. Девы, для вас это луна. А луна рекомендует всегда прислушиваться к внутреннему голосу. Вот прям внутри, внутри глубине вас есть все ответы, и на этой неделе вы можете их распаковать. Они могут вам очень помочь. Ваша интуиция, ваша чувствительность, ваше умение считать людей, ваше умение прям прочитать насквозь намерения другого человека, ваше чувство, не вот такая тонкая натура, она может вам очень помочь на грядущей неделе. Кроме того, Аркан Луна рекомендует вам на неделе возможно провести время наедине с самим собой, осознать, чего вы накопили, осознать, что там в эмоциях имеется, что так долго вы в себе носили, пора от этого освободиться, что держит, что блокирует, какие есть помехи, поработать над этим. Ну и вообще любые энергетические практики, либо любые практики, связанные с развитием своей силы, с такого запаса энергии, будет крайне-крайне полезно. Весы. 19-й старший Аркан Солнца рекомендует вам на этой неделе быть не просто открытыми, естественными, искренними, настоящими для других людей, но и в том числе видеть это в других людях, зажигать в них. Вот если можно самому быть солнышком, то значит можно зажигать солнышко и в других. Вы, возможно, можете быть вот таким вот подсолнухом, вот таким вот светилом на грядущей неделе и в других людях действительно зажигать какое-то вдохновение, давать им энергию, давать им мотивацию, давать им какой-то очень позитивный класс и настрой, который будет оживлять их, который будет им возвращать какой-то смысл жизни. Вы можете быть таким источником. И также 19-й старший Аркан рекомендует вам быть активными на этой неделе, прям не бояться собраться сразу за все подряд. Вы все успеете, вы все осилите, вы со всем справитесь, ибо энергии, похоже, будет у вас просто через край. Будьте настоящими, будьте искренними, больше времени на природе, больше времени с детьми в том числе, если есть возможность. И будет вам много сил. Скорпионы, вот этот Аркан Король Мечей достаточно холоден, достаточно сдержан, безэмоциональный, и, я бы даже сказала, очень жесток. И вам рекомендуется быть именно такими, настойчивыми, холодными, крепкими, сильными, выносливыми. Возможно, будут какие-то крайне важные события у вас на этой неделе, которые потребуют от вас такого поведения, такой позиции. И это поможет вам добиться каких-то нужных вам целей. Вам рекомендуется также планировать на далекое будущее на этой неделе. И именно планировать не просто хочу вот так, вот туда, вот столько, а четким очень категориями. Какой точке вы стремитесь, какой должности, какой позиции, кем вы будете в глазах других людей, кем вы будете, на каком месте в социуме, на каком месте в этой системе. Это очень системная карта, и она говорит, что у каждого есть свое системное место, так сказать, в нашей жизни, среди других людей. А какое место ваше, к чему вы стремитесь, какая ваша цель, что вы можете сделать для себя уже на этой неделе и для этой цели. Стрельцы. Король Пентакли рекомендует вам на этой неделе быть, ну вот прямо, я бы сказала, очень настойчивыми, очень неподвижными. Вообще, Король Пентакли на самом деле порой кажется достаточно таким вредным. Вот его прям не переубедить. Он упертый. Все. Как сказал, так и будет. Но для вас такое поведение на грядущей неделе будет очень-очень полезным. Видать, именно такое поведение может усилить какие-то ваши стороны, притянуть к вам нужные события, либо поспособствовать тому, что вы получите свое. Настаивайте на своем, отстаивайте свои границы, отстаивайте свою позицию. И это будет очень-очень-очень полезно в различных сферах жизни. Также Король Пентакли рекомендует вам накапливать и ценить то, что вы уже накопили, приумножать то, что вы уже накопили. Будь то средства, будь то опыт, будь то знания, будь то навыки, а возможно количество друзей, связей и тому подобное. Козероги. Десятый старший аркан Колесо Фортуны или Колесо Судьбы, Колесо Удачи рекомендует вам на этой неделе не бояться новых событий, совершенно новых, неожиданных обстоятельств, которых вы не планировали, но возможно где-то внутрь не ждали. Вспомните, о каких переменах вы просили этот мир, о чем вы вообще просили себя и этот мир, чего вы хотели, какие желания вы озвучивали. Возможно, на этой неделе начнут случаться такие события, которые действительно приведут вас к этим желаниям, к этим целям. Может быть, это сразу будет вами не осознаваться, вы можете этого не заметить и не понять, что, о, так это же действительно ведет туда, куда я хотел. Но со временем вы это поймете, со временем вы это увидите, со временем вы это осознаете. Колесо Фортуны также рекомендует вам на этой неделе быть подвижными, быть больше среди людей, много коммуницировать, изучать какую-то информацию, и обращать внимание на любые знаки, которые будут вам попадаться по жизни. Водолей. 16-й старший аркан башни рекомендует вам на этой неделе не стесняться быть естественным, откровенным, я бы сказала, таким вот прям харизматичным и провокационным, возможно, не стесняться выражать свое мнение, быть откровенным и быть готовым к этой откровенности. Даже, я бы сказала, открыть глаза на что-то, на что вы давно не хотели их открывать, чего вы не хотели замечать, чего вы избегали, где вы себя блокировали, откройте эти глаза и себе, и другим, будьте честны с собой, с другими, и вы увидите, насколько это может дать какой-то новый пролив энергии, новых возможностей. Также чистка, очищение организма, очищение энергетики, пространства, дома, очищение своих мыслей, разума и эмоций, это тоже вам очень рекомендуется на грядущей неделе. Башня, кроме того, рекомендует особо сильно проявлять свой истинный характер, и прям быть честным, быть настоящим и истинным, и это может быть вашим инструментом на грядущей неделе. Рыбы. Тройка Пентакли рекомендует вам на неделе быть активным в любом коллективе, прям стремиться решать какие-то вопросы, дела, задачи в коллективе с другими людьми, в общении, в коммуникации, при помощи других людей. Не стесняться спрашивать совета, и в том числе делиться советом с другими, если уж кто-то вас попросит. Да, также обмениваться мнением, обмениваться опытом, учиться, обучать. Вот такое вот движение и совместное деятельность могут быть невероятно полезны для вас на неделе. Кроме того, Тройка Пентакли рекомендует вам задумываться о расширении, росте, развитии, будь то это ваш бизнес, будь то это ваша жизнь, ваше жилище. Ну вот что вы можете поменять, что вы можете изменить, где вы можете развиться, что может еще стать больше, шире и глобальней. А вот такой глобализации, о развитии, о расширении, о новых перспективах, о новых возможностях, о том, что может стать для вас новым источником дохода, новым направлением, в котором вы развиваетесь, работаете, живете, каким-то изменением в вашей жизни. Что вы можете уже сегодня сделать, какие шаги можете предпринять на этой неделе. Все, прекрасной недели, мы с вами увидимся в других видео. Теперь мы все заряжены энергией и пора отправляться в новый день. Совершенно верно. На встречу приключениям. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok